Вера Вечна, Вера Славна, Наша Вера Православна Здравствуйте, братья и сестры! У одной знакомой православной сестры во Христе, которая имеет общение с автором канала «Будем готовы», есть дочка, 7 лет. Эта девочка видела интересный сон на святке в этом 2022 году. И эта сестра вместе с дочкой рассказали ему этот сон. Сначала мы не обратили на него особого внимания, но потом, со временем, мы стали понимать, что это сон Господь хочет, чтобы услышал более широкий круг людей, то это важно передать людям. Отсюда сон и его толкование. На рисунке лестницы и ангелы изображены слева направо, слева красная лестница, в середине лестница из облачков и справа блистающая лестница. Она немножко розовенькая нарисована, так ребенок старался передать блистание. Ангелы стоят наверху, а люди внизу. Итак, само толкование сна. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Аллилуйя, Аминь. Здравствуйте, братья и сестры во Христе Иисусе. Сегодняшняя тема называется «Три лестницы в небо». И одной девочке православной был показан сон, и об этом сне я хотел бы поговорить и его разобрать. И мы живем в такие уже времена, когда последняя седьмина Даниила идет уже полным ходом. Можно сказать, что мы живем в последние дни последнего времени уже, и поэтому вопрос, как нам быть готовыми, как нам спасаться, именно в эти самые последние дни последнего времени, очень актуален сейчас. Потому что пришествие Господа, оно очень близко. И сейчас уже начало проявляться, кто на каком пути стоит, а когда придет Господь Иисус Христос, то это полностью уже проявится, кто на каком пути стоял, кто как спасался, кто избрал какой путь. И спасаться можно по-разному, разными путями. И вот об этом мы поговорим в этом видео. И как раз время такое сейчас, время покаяния, поправлять свои светильники, смотреть, на каком пути ты стоишь, да, и молить Господа, чтобы Он направил нас на путь вечный. И одной девочке православной, семи лет, был показан Господом сон о трех лестницах в небо. И во сне она вот что увидела. Она увидела три лестницы. Первая лестница такая белоснежная, такая блистающая, да, белая, как снег. И на этой лестнице стоит ангел с золотым поясом. Вторая лестница из облачков, такая лестница, а на ней ангел с серебряным поясом. А третья лестница, она как бы красная из кирпича, и на ней ангел с красным поясом. И по первой лестнице люди прошли в небеса до конца и без мытарств. По второй лестнице, которая из облачков, люди прошли тоже до конца, но с мытарствами. А по третьей лестнице люди пошли, только они пошли не на небеса, а по этой кирпичной лестнице ангел их загонял вилами в трубу, и они падали в эту трубу и катились под землю. И падали в такую яму, а в этой яме горел огонь, и большая часть в этом огне горела, а некоторые расходились по комнатам, в которые вели туннели. И там кто просто сидел, а кто мерз, уже распределялись каждый по своим местам. И какое у меня понимание возникло этого сна? Можно назвать его сон о трех лестницах в небо, то есть о трех путях, по которым люди идут в вопросе спасения. И первая лестница – это лестница, по которой идет невеста Христа. Невеста – это не означает, что это только женщины. Невестой могут быть и мужчины, и дети, любые люди, независимо от пола, их возраста. Это такое образное понятие невеста. По-другому можно сказать, что невеста – это и есть святые. Вот святыми не обязательно могут признанные святые быть такие, как Серафим Саровский, Пелагея Рязанская, отрок Вячеслав, а просто люди, даже которых никто ничего не знает. Просто любящие Господа всем сердцем люди. Святые. И мы люди грешные, но пока мы живем на земле, у нас у всех есть какие-то грехи, в нашей плоти живет грех. Но, несмотря на то, что мы грешные, мы можем очистить свое сердце так, чтобы хранить вот эту благодать, которую дает Иисус Христос. И когда у человека есть какой-то порог, какой-то запинающий грех, от которого он не может освободиться, то есть какая-то есть зацепка для бесов, например, осуждение, очень такая зацепка, блуд какой-то есть, какая-то нечистота, какие-то корыстные мотивы, то его сердце, оно не может сохранить эту благодать, которую дает Иисус Христос. И человек, если представить его как сосуд, он имеет там несколько дырочек в себе, и когда наливается туда вода, через эти дырочки все вытекает. Поэтому святые – это не те, которые вообще без греха, а наоборот святые очень остро чувствуют свою именно греховность, именно они именно те, которые нищие духом, а наоборот святые, они познают, что сами по себе они, очень грешные. А святые – это те, кто, если представить их как сосуд, то там нет этих дырочек. И когда Господь дает Иисус Христос благодать, то она держится, держится эта благодать в жизни вот этих людей. То есть, это те, кто так изменился и дошел в своем духовном развитии до того, что уже нет этих вот зацепочек, этих дырочек для бесов, у них нет. И тогда они могут как сосуд сохранять вот эту благодать, которую дает Иисус Христос. И уже служить этой благодатью Иисусу Христу не своими какими-то плотскими силами, а вот именно той благодатью, которую они сохраняют внутри себя, вот как храм Духа Святого. И тех, кто на первой лестнице, кто сохраняет эту благодать, в них достаточно постоянно горит вот этот внутренний огонь Духа Святого, о котором говорит владыка Зосима. Я даже удивился, насколько его переживания, этого огня, которых он описывает, соответствует тому, что я переживаю. То есть, всем советую посмотреть владыку, там, где он говорит об огне, о нищете духовной, что означает держать ум в сердце, это, так сказать, очень сильно может помочь тем, кто двигается именно по первой лестнице. То есть, невеста – это те, кто берут свой крест, кто следует за Христом, кто исполняет не свою волю, но волю Его. Потому что, если плоской человек, он даже если захочет исполнять волю Иисуса Христа, он не сможет, потому что природа, его природа, еще ветхая, которым он наполнен, она не позволит выполнять ему волю Господа. То есть, нужно очень кардинальное внутреннее изменение. Как раз невеста – это не безгрешные люди, да, все мы имеем грех, но это люди измененные, которые могут хранить благодать на протяжении своей жизни. То есть, это вот лестница белоснежная, в которую идут люди. Это такая очень спасительная лестница. Если люди пройдут по этой лестнице в жизни, то получат они наивысшую награду, будут на престоле со Христом, будут царствовать со Христом тысячу лет, и в вечности они будут царствовать со Христом. То есть, это такая самая спасительная лестница. Первая белоснежная лестница – это лестница невесты Иисуса Христа. Вторая лестница, где ангел с серебряным поясом стоял, это лестница, ну так я ее называю, лестница спасенных народов. То есть, народов, которые будут служить перед престолом Божьим. И если невеста, она будет на престоле со Христом, то спасенные народы, они будут перед престолом на небесах служить Господу и Богу нашему. Так что, есть разница в награде у невесты и у спасенных народов, но они будут составлять невесты и спасенные народы, вот те, кто попадут на небеса. И вот про эти спасенные народы говорит книга Откровения, 7 глава, с 9-го, 15-й стих. Почитаем. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и перед агнцем в белых одеждах и с палевыми ветвями в руках своих. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убилили одежду своей кровью агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них». То есть этим людям, которые идут по лестнице из облачков, надлежит пройти скорбь. Это те, которые пришли от великой скорби. И во сне было, сказано было, что идущим по этой лестнице надлежит пройти мытарство. То есть надо будет пройти скорбь. Как и сказал Христос Матфея 10.22, претерпевший же до конца спасется. Но они, пройдя вот эти вот мытарства великой скорби и не предав Христа, не приняв начертания зверя, попадают на небеса, потому что через кровь, через эти скорби, да, кровь агнца очищает их от грехов. Как сказал Петр, 1 Петра 4.1, «Страдающие плотью перестают грешить». То есть вторая лестница это тоже такая спасительная лестница. И люди, которые на ней стоят, они каются, они стараются внутренне измениться. У них, может, не все получается, где-то есть зацепки для бесов, там эти дырочки в сосуде, которые не могут вот так вот на полноценно удерживать благодать. Где-то, может быть, какое-то вылезает у них осуждение, где-то у них там что-то неугодное Господу в жизни есть, еще бесы их как бы, ну, наседают на них. То есть пока еще нет такой полной победы, такая присутствует постоянная борьба. Но эти люди не сдаются, они идут вверх по лестнице, они каются, стараются измениться, падают, может быть, потом опять каются, встают, вот так, молятся о грехах своих, о внутреннем изменении, вот, молятся о глазной мази, чтобы увидеть себя, да, но пока еще не все получается у них, то есть из-за каких-то причин, там, родовых грехов, там, каких-то обстоятельств, да, то есть они прилагают, может быть, все старания, но пока еще, вот, пока еще не получается и вот это горение Духа Святого внутри них, они, может быть, не ощущают вот так вот, как ощущают те, которые входят в невесту Иисуса Христа. То есть иногда они ощущают вот эту, ну, благодать, но не всегда, да, то есть они не дошли пока до такого уровня, чтобы заделать как бы вот эти все дырочки, вот, чтобы все эти зацепочки поснимать себя, за которые бесы могут цепляться, да, и уже хранить благодать каждый день и вот пребывать уже во Христе Иисусе. Вот, и для таких людей Господь делает много-много разных чудес, там, мироточения, да, например, на иконочке у мамы-одрока Вячеслава Ослик там на праздник двигает вот своей ножкой, да, там у нее там Библия там обновляется, да, вот, то есть много таких вот чудес для своих таких вот овечек, любимых Господь делает, укрепляет, их поддерживает, он вот так любит своих вот этих овечек, которые вот падают, но встают, вот, свое малое стадо, он так любит, любит своих дорогих овечек, наш Господь Иисус Христос, и они, вот эти овечки, они идут по лестнице из облачков, и они пройдут эту скорбь, и дойдут они до Небесного Царствия, это тоже такая очень спасительная лестница. Может, не всем дает Господь идти по первой лестнице, но вот эта вторая лестница, можно назвать ее лестницей такой-то кающихся, да, она спасительная, и она приводит людей на Небеса. И третья лестница, которая красная из кирпича, вот это христиане, они совсем не измененные внутренне, они даже не желающие внутренне меняться, не видящие своих грехов, то есть, только христиане по названию, там, православные только по названию, которые делают дело плоти, и думают, что они идут на небеса, думают, что они идут, делая вот эти дела своей плоти, поскольку они не изменены, как и идут по этой кирпичной лестнице, да, но на самом деле, они идут в ней не вверх, а идут вниз, вот, если невеста, она хранит благодать, да, и это хранимы благодатью, эти люди служат Иисусу Христу, то те люди, которые стоят на кирпичной лестнице, они не знают вообще благодати, и делают дела вообще неугодные Богу, делают дела вот силой своей, силой плоти своей, вообще вне благодати Божьей делают, но они думают при этом в таком обольщении, что они идут на небеса, и вот этими своими делами плоти они служат Господу нашему Иисусу Христу, то есть это люди, которые согрешают, но они свое состояние не видят и оправдывают его, вот это свое состояние разными способами, и один из таких главных грехов, благодаря которым люди попадают на эту красную лестницу, это осуждение, которое потом уже легко перерастает в клевету и вот такие вот вещи, и поддавшись уже осуждению или клевете, люди уже попадают в стан врага, в плен к врагу и попадают в обольщение на красную лестницу, думая, что они служат Богу делами своей плоти, на самом деле ангел вилами там их загоняет именно туда, в эту трубу, да, в эту, а вот, где уже потом, после пересечения определенного как бы предела, уже оттуда уже не выбраться, вот, и эта девочка видела в своем сне, что некоторые люди, которые стояли на второй лестнице, то есть, на спасительной лестнице, на лестнице, по которой идут овечки Иисуса Христа, которая из облачков, они переходили на третью, вот эту погибельную лестницу, то есть, попадали вот в плен врага, то есть, враг их сумел обмануть, обольстить, они сбились вот с этой спасительной второй лестницы овечки, и перешли вот на эту погибельную красную кирпичную лестницу, и с одной стороны, Господь Иисус Христос, конечно, каждому дает идти, есть воля его, да, кому-то он идет, дает идти по белоснежной лестнице, кому-то по лестнице из облачков, да, Иоанна, вот, 3,27, что говорил Иоанн Креститель, человек ничего не может сам принимать из себя, если не будет дано ему с неба, то есть, кому-то с неба Господь Иисус Христос дает вот эту белоснежную лестницу, кому-то он дает пройти по этой лестнице из облачков, да, вот, то есть, есть его воля и воля для него для разных людей разная, но с другой стороны, человек сам выбирает свой путь, есть люди, например, которые призваны были Господом идти по белоснежной лестнице или по лестнице из облачков, да, а пошли они, то есть, они выбрали сами лестницу из кирпича, то есть, Господь призвал к одному, а они выбрали совсем другое, или Господь призвал идти по белоснежной лестнице, а люди выбрали идти по лестнице из облачков, но думают, что они идут по белоснежной лестнице, это тоже такое обольщение, да, но может быть, это не навсегда, потому что Господь, он наш милости в человеколюбив и ожидает нашего именно покаяния, чтобы человек пошел именно по той лестнице, которую он определил для него, чтобы человек открыл волю Господа нашего Иисуса Христа для себя и пошел вот по той лестнице, по которой его воля, чтобы он пошел. Поэтому один из этих трех путей, это не есть какая-то заданность, вот эти люди, которые там осуждают и все, они уже полностью погибшие, они уже там выбрали эту погибельную красную лестницу и все, да, то есть это не совсем, то есть они, Бог ожидает, чтобы они ушли с этой лестницы. То есть от человека зависит, захочет ли сам человек выбрать то, что Господь для него предопределил, или он не захочет, во что человек поверит, вот к чему его сердце устремится, что его сердце полюбит, да, вот больше, что человек выберет, вот ожидает от нас Господь вот этого, да, и уже выборов он пойдет по одному из вот этих трех путей. Вот, и на первой белоснежной лестнице также можно не устоять, скатиться там на третью лестницу, первой карифенам 10-12, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. И находясь на третьей лестнице, можно сказать, на третьей этой погибельной, передумать и решить уйти с этой лестницы. Что-то я вообще, зачем я это вот осуждаю, зачем я вхожу вообще вот на эти вот общения, где там какие-то воины там христианские, друг, один другого там критикует, обливает грязью. Зачем мне это? То есть, человек, зачем мне это? Что это даст мне, да? Человек начинает здраво думать, да, и он уходит оттуда. Правда, это тяжело покинуть все это дело, но возможно, да, но возможно уйти вот с этой красной лестницы. А потом уйдет с этой красной лестницы человек на вторую лестницу, начнет каяться, а если Господь его призывал к третьей лестнице, он со второй лестницы перейдет уже на третью, вот эту белоснежную лестницу, да, вот, и со второй вот этой спасительной лестницы из облачков можно скатиться на третью, вот эту погибельную кирпичную лестницу, как видела девочка. То есть, она увидела, что люди, которые спасались, впадали в грехи, но думали, что они продолжают спасаться, когда на самом деле они уже направлялись в ад. То есть, это не есть заданность какая-то, тут есть воля Божия, да, но тут выбирает и человек, как он будет спасаться. От человека также очень много зависит, не только от воли Господа, как бы, на какой лестнице он будет стоять. Как Писание говорит Филиппийцам 2.12, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас хотение и действие по своему благоволению». Но когда начнется уже великая скорбь, вот эта первая белоснежная лестница, она не совсем исчезнет, но она очень сильно-сильно сузится и превратится в лестницу, по которой пойдут только одни мученики. А сейчас эта вот белоснежная лестница еще не сузилась до пришествия Христа, и при очень большом нашем вот желании и содействии Господа еще можно на нее попасть. Для тех, кто хочет более подробно разобраться вот с этими вопросами, ссылочка на книгу в описании под видео. Аминь.